Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия, и на этом канале я рассказываю о новой косметике и также распаковываю большое количество бьюти-боксов, чем мы сегодня с вами займемся. Я постаралась и накопила все бьюти-боксы, на которые подписаны, и Пси, и Боксичарм, и у нас будет небольшой такой бонус, это распаковка бьюти-бокса от FabFitFun, на который подписано уже, наверное, целый год, если не больше, и я каждый раз получаю много получительных эмоций, когда открываю его. И чем отличается FabFitFun от других бьюти-боксов, это то, что у них акцент именно на товарах для дома, на товарах для тела, по уходу за кожей лица, то есть там не такое большое количество косметики, как, естественно, в бьюти-боксах типа Ипси, Алюр и Боксичарм. Мы в большом восторге показать вам все эти три бьюти-бокса, поэтому запасайтесь вкусняшками, берите чай, кофе, потому что видео, наверное, обещает все-таки быть длинным. Я очень давно не распаковывала три бьюти-бокса подряд, поэтому надеюсь, вам это будет интересно, и да, не забывайте ставить лайки под этим видео, если вам нравится тематика таких видео, а именно распаковка бьюти-боксов. Ну что, давайте не будем задерживаться, и поехали! В общем, ребят, сейчас случилось ЧП, я перебирала свои бьюти-боксы, делала фотографию со всеми ими, и случайно прошлась бьюти-боксом от Ипси по своему лицу. Посмотрите, что у меня на лице сейчас это смотрится, будто бы мне поцарапал кот. И как вы, наверное, уже догадались, мы сегодня начнем с самого большого бьюти-бокса от FabFitFun, вот таким образом он выглядит. Немножко информации об этом боксе. Вы его получаете каждый сезон, то есть летом, весной, осенью, зимой, и в зависимости от сезона у них разная тематика к самому этого сезона, то есть этот сезон у нас летний. Соответственно, в этом бьюти-боксе можно ожидать очень много разных летних товаров, в общем, все то, чтобы ваше лето прошло, наверное, незабываемо. Ну и, конечно, там большое количество товаров, которые, по сути, очень полезны в хозяйстве, мне этим именно нравится этот бьюти-бокс. Плачу я за него 49 долларов, по-моему, 50 центов, и пока, если честно, не готова платить за годовой абонемент, потому что если вы платите за год, то это будет дешевле. Бывает, я получаю эти FabFitFun боксы, и я немножко разочарована тем, какие товары там внутри, то есть, ну, бывает, ты получаешь такие товары, которые, знаете, вот как из TG Maxx или вот Marshalls, что-то такое. Можно выбрать, если даже ты платишь 49 долларов, как минимум 2 или 3 товара, и как раз-таки, когда было наполнение или выбор наполнения этого бьюти-бокса, у меня был день рождения, и я вообще пропустила этот момент, и когда я уже начала смотреть, что же будет в моем боксе, когда будет выбор товаров, оказалось, что уже поздно, и получается, все, что мы сегодня увидим в этом боксе, это чисто то, что FabFitFun решил мне должно понравиться, то есть, я ничего не выбирала из того, что мы сегодня в этом найдем. Итак, первое, что мы находим, это, конечно же, журнал, вот такой журнальчик, там, на самом деле, много всякой интересной информации почитать о том, что сейчас популярно, ну, в основном, это, конечно, реклама, и также здесь описывается все то, что может вам встретиться в этом бьюти-боксе у FabFitFun, ну, все, начинаем уже распаковку. Так, мы видим стикер, и это, кстати, 15 долларов скидка на первый бокс, вот, смотрите, делайте скриншот, если вам интересен этот бьюти-бокс, и вот так выглядит этот бьюти-бокс внутри. Итак, давайте уже нырнем. Первое, что я вижу, это девайс для очищения кожи от бренда PMD, я слышала об этом бренде много где, на Ипси его постоянно пихают, можно купить супер большой скидкой его там, поэтому, наверное, законоверно, что они положили его сюда. PMD любят класть в них, наверное, это какой-то не очень дорогой бренд, если покупать его цены партиями. Мне вот также интересно, насколько сейчас актуальны все-таки вот эти очищающие девайсы, потому что, мне кажется, раньше прям был бум этих очищающих девайсов, девайсов, особенно от Luna. Вот здесь батарейка, как мило, обожаю, как производители кладут батарейки в упаковку. Вот таким образом это все выглядит и чувствуется очень мягким, то есть, определенно мягкие частички у этого девайса, в нетерпении уже попробовать, как он работает. И мне захотелось пробовать его прямо сейчас, поэтому давайте включим его. Так, первая скорость, вторая. На третьей скорости он вибрирует с небольшими паузами, на четвертой прям суперчасно с паузами. И нам пишут, что у этого девайса антиэйджинговый массаж для всех типов кожи. Мне кажется, этот девайс очень даже хорошим является дополнением к наполнению этого бьюти-бокса, потому что я не думаю, что я бы сама купила его, потому что у меня есть другой мой любимый девайс. А так, попробовать его и посмотреть, действительно ли он сделает мою кожу лучше или нет, почему нет. И мне очень интересно, сколько он стоит. И такой девайс стоит у нас 99 долларов, он окупил нашу коробку даже два раза, два с половиной раза. Неплохо начали, как мне кажется. И следующий товар, который так, у нас тут карточка-купон на скидке, кстати, кому нужно, если вы живете в Штатах, 14 бесплатных милов еды от HelloFresh. Я использую HelloFresh, кстати, каждую неделю мы получаем разную еду, и это очень экономит время готовки. Хотя сейчас мы делаем перерыв на две недели от HelloFresh. Что меня приводит в большой восторг, это массажер для кожи головы и также шампунь, потому что, понятное дело, они и положили бы массажер для головы без шампуня от бренда OY. Я извиняюсь, если неправильно произношу, я очень плоха в произношении новых брендов, ну или брендов, у которых странные названия. И шампунь это, как можно понять, для детоксикации кожи головы, то есть от загрязнений, каких-то средств по уходу, которые вы используете очень часто, он очень хорошо, по идее, должен очищать кожу вашей головы, и потом, в общем, голова не так часто грязнится. Я точно помню, что у этого бренда невероятно вкусно все пахнет. Вау, естественно, это пахнет суперклассно. Это очень приятно, когда тебе вкусно пахнет, ты сама получаешь от этого большое удовольствие. И мы здесь видим также специальный массажер для кожи головы от бренда этого же самого. Давно загорелась идея купить этот массажер для головы, потому что я обожаю использовать шампуни для детоксикации кожи головы. И как раз-таки это именно то, что помогает получить и удовольствие, и сделать процедуру гораздо более качественной самой себе, поэтому это круто. Что же мы находим дальше? Этот бренд я знаю точно, я покупала его в, по-моему, TJ Maxx или в Marshalls, и у меня была точно такая же сыворотка, я от нее избавилась очень давно, потому что у нее стек срок годности. Выглядит очень даже достойно, как мне кажется, не удивлюсь, если она стоит долларов 35 где-нибудь в ритейле. Кстати, что интересно, здесь не только гиалуронка, витамин С, но еще и экстракты разных растений, что вдвойне круто. И сыворотка эта сделана у нас в Канаде, бренд называется Sensual. И по иронии судьбы, у меня как раз закончились все сыворотки с витамином С, поэтому это двойной бонус, что они положили ее сюда. Дальше я вижу что-то маленькое, и я точно помню, что у меня уже есть такой набор, я, по-моему, получала его в Allure Beauty Box, на который я уже не подписана. И по своей сути, это тени в карандаше с хайлайтом, то есть на одном конце хайлайт, на другом конце коричневые такие, как бронзовые, можно сказать, тени. И точилка-точилка, мне не понравилось, если честно. Очень классный такой маленький подарочек, да, от них, но это не то, что меня лично пока восхитило в сравнении с другими продуктами. Далее мы видим, оу, да, шампунь от Living Proof, я обожаю бренд этот, у меня есть спрей для волос, в общем, когда я сушу волосы, я использую его. Когда я видела, что примерно будет в этой Beauty Box, я видела шампунь, я подумала, шампунь я хочу, или там еще, кстати, была сыворотка от Summer Fridays, какая-то их новая. Я бы думала, вот я сыворотку хочу, почему, собственно, я и ждала, когда я смогу выбрать, что будет в этом боксе. Но шампунь тоже неплохо, хоть я, наверное, предпочла больше сыворотку, чем сухой шампунь. Так как у меня сейчас два шампуня открытых, я его пока не хочу пробовать, однако это действительно тот бренд, которым приятно пользоваться, у них еще очень вкусный аромат всей продукции от этого бренда Living Proof. Итак, нас осталось совсем немножко всего, вы можете видеть, что это такое, вау, очень интересно. Это то, что нужно как раз-таки на лето, и это представляет из себя гель после того, как, допустим, вы позагорали, и вы чувствуете, что вот, что-то не так с моей кожей, я хочу охладить свою кожу. Это как раз-таки то, что вы хотите использовать после солнечных ванн, то есть это гель с алоэ и также с неоцинамидом, что очень здорово, потому что два ингредиента эти в компании друг с другом, они помогают как раз-таки, ну, хорошо охладить кожу, и это круто, мне очень нравится этот продукт, хоть я его и не выбирала, и бренд этого геля для тела называется Mine Tan Body Skin, о котором я ни разу не слышала, и сделано это в США. Вау, пахнет очень приятно, кстати, пахнет прям как какой-то мужской такой парфюм, я не знаю, очень странный, но при этом приятный аромат, круто, мне нравится, что мы это получили. Это, наверное, единственный продукт из всех, который говорит, что все, лето пришло, понимаете? И последний продукт, если не ошибаюсь, почти последний. Так, это что-то маленькое у нас, по-моему, я слышала, многие блогеры получали этот продукт. Ватные палочки, которые вы можете использовать очень и очень много раз, я, кстати, давно задумывалась над тем, что ватные палочки я тоже хотела бы, которые не просто я выкидываю после использования, а вот что-то вроде такого, и это круто. Прошло несколько секунд для меня, чтобы понять, что открывается это именно вот таким образом. Они очень сильно отличаются, на самом деле, от обычных ватных палочек, потому что они, на ощупь, как резина. Ну, они мягкие, но я не знаю, насколько будет комфортно ими пользоваться, допустим, да, там, подтирать макияж. Очень интересно, как еще их мыть, поэтому, кстати, нужно разобраться точно, но что классно, здесь ватные палочки в двух формах. Одна вот в такой форме и другая просто обычная классическая. Интересно, я не знаю, насколько я прям рада получить ватные палочки, которые я могу хранить очень-очень долго, но прикольно, что-то интересное, правильно же? Мне почему-то кажется, что такое я могу купить также в Marshalls или в TJ Maxx, поэтому этот товар, он определенно не прям вау. И последнее, что мы здесь находим, это... Подождите, тут что-то еще было? Ну вот, я права. Если я не ошибаюсь, специальная штука для того, чтобы удалять роговевшую кожу с пяток для педикюра, по сути, и это был наш последний товар из этого бокса. Да, я не знаю, я не знаю, если честно, насколько я рада была получить вот эти два товара. Наверное, мне сейчас хочется немножко поговорить об пьюти-боксе FabFitFun. На самом деле, когда ты подписываешься на FabFitFun, то ты должен понимать, особенно если ты живешь здесь, что большинство товаров, которые они туда суют, это то, что, скорее всего, можно найти в стоковых магазинах, поэтому тут как раз-таки и возникает вопрос, а нужно ли мне подписанной быть на этот бьюти-бокс, ну или бокс, и платить 45 долларов, 49 долларов почти, не 45 точно, и получать товары, которые я могу найти в стоковых магазинах, да или нет. Потому что, да, у них бывают иногда классные вещи, типа вот такого шампуня, это точно не супер уникальная сыворотка с витамином С, но почему не попробовать бы снова. Наверное, что меня больше всего заинтересовало, это, конечно же, девайс для очищения кожи. Конечно, меня очень заинтересовал гель после загара, запах у него просто обалденный. Все остальное, как-то прям ощущение, что они зашли в магазин в стоковые, понабрали каких-то вот таких моментов и решили положить их в коробку. Не знаю, не могу сказать, что я прям в таком большом восторге, поэтому я определенно буду сейчас думать, хочу ли я быть подписанной на этот бьюти-бокс фэпфит фан, но, с другой стороны, этот бокс хорош, знаете, чем? Тем, что они присылают тебе, как правило, что-то, что будет актуально в следующем сезоне, то есть это, вроде как, должны были товары быть на лето. И, мне кажется, все наполнение из именно этого бьюти-бокса вы можете купить за свои собственные деньги, зайдя в стоковый магазин или на сейфори, если вам это очень нужно. Поэтому я не считаю, что наполнение этого бьюти-бокса было каким-то уникальным, но это было интересно распаковать его и показать вам, что вообще внутри этого бокса фэпфит фан. Поэтому дайте мне знать, ребят, что вы думаете от наполнения этого бьюти-бокса и, самое главное, подписаны ли вы на него или нет. Теперь давайте перейдем к нашим уже настоящим бьюти-боксам, которые мы знаем, а именно Ипси и Боксичарм. И первое, с чем мы начнем, это будет бьюти-бокс от Боксичарм. Я плачу за него 25 долларов, приходит он ко мне каждый месяц, и это их самый базовый бокс. И вот таким образом выглядит Боксичарм за месяц июнь. Если честно, наполнение, оно очень даже неплохое, как мне показалось, когда я открыла ее в первый раз. Я, кстати, поняла, что у меня наполнение в этом месяце не было прям таким классным. Прям я немножко даже так расстроилась, потому что обычно оно, ну, прям космическое. И первое, что я вижу, когда открываю этот бьюти-бокс, это палетка румян от бренда Soul Pretty. Это бренд, я так понимаю, из Кореи, то есть у них вся косметика делается в Корее. И это по своей сути палетка для лица, которая включает в себя румяна, хайлайтер, то есть вот это все. Это, кстати, единственное, что я открывала сама. Все остальные бьюти-боксы я не открывала. Кстати, Боксичарм пришел в этом месяце прям раньше всего. Обычно он приходит quite позже. В этом месяце определенно Ипси припоздала. Вау, мне очень нравится упаковка, она смотрится прям дорого. Я бы сказала, что, ну, люксовое что-то есть в упаковке этой. Определенно. И давайте посмотрим, что внутри. Вау. Вот таким образом выглядит палетка внутри. Я бы сказала, что очень классная гамма цветовая, но я не могу сказать, что я прям такая вау. Понимаете? Смотря на это, я понимаю, что это будет что-то очень блестящее. И с этим, скорее всего, нужно будет быть очень аккуратным. И совсем забыла сказать, кстати, тематика этого месяца стала тема Dare to Drizzle. Я не знаю, что это означает, но, наверное, что-то хорошее. И палетка эта оценивается в 34 доллара. Градиентные цвета для того, чтобы сделать лицо сияющим. Да, это первое, что мы нашли. Бренд, о котором я определенно слышала очень много, но никогда не пробовала. Поэтому это здорово. Далее, что я нашла в этом бьюти-боксе, это палетка от бренда OPV Beauty. Вау. Мне нравится гамма цветовая. Я даже не ожидала, что она будет настолько цветной, разноцветной, но в то же время носибельной. Я определенно могу сказать, что эта палетка идеальна для тех, кто любит экспериментировать с цветами. Но человек только пока начинает экспериментировать с цветами, потому что здесь можно поэкспериментировать с синими, сиреневыми цветами. Но и также есть, что очень здорово, что-то для создания повседневного образа. Поэтому мне очень интересно посмотреть на формулу этих сней, потому что я об этом бренде точно не слышала. И порядка стоит у нас это 40 долларов. 40 долларов. Лично для меня, да, я добавила бы каких-то 20-30 долларов, сколько, и купила бы палетку от Патрикота, например, новый, понимаете? Поэтому, когда дело касается таких новых брендов, no-name брендов, иногда ты просто задаешься вопросом, откуда такие цены, как бы, поэтому, окей, интересно. Я уверена, что эти тени очень пигментированы, насыщенные металлики и очень много возможностей создать разный макияж. Следующее, что мы здесь находим, это тушь, если не ошибаюсь. О, это праймер бейс, то есть, это, я так понимаю, праймер для век. О, я поняла, это праймер для ресниц. То есть, перед тем, как ты используешь тушь, используешь этот праймер, я так понимаю, реснички прям, ух, становятся, можно летать. Знаете, песня, хлопай ресницами и взлетай, пахнет очень странно, очень химический аромат. И это тушь вот такого поразительно яркого розового цвета, это праймер, это не тушь, поэтому мне очень интересно, как это вообще работает. Только один взмах, и этот инновационный праймер-тушь, то есть, это и праймер, и тушь, и в конечном итоге это максимизирует результат при использовании вашей тушь, как-то так. Я не видела ни разу праймера такого ярко-розового цвета, чтобы его использовали перед тушью, и самое главное, цена 25 долларов. Дальше мы видим, о, это exciting, как говорят, да, карандаш для губ от NARS, и я точно знаю, что этот карандаш для губ, он вообще не из дешевых, он стоит 27 долларов. Цвет у нас называется, знаете, как? Mysterious Red, то есть, это таинственный красный, тот самый идеальный красный, который я бы носила каждый день. Поэтому, да, круто. Красный это тот цвет, которому нужно настроение, как мне кажется, но это здорово всегда пробовать, я не знаю, новые формулы помад, карандашей для губ. Кстати, я точно помню, в Allure Beauty Box мне клали также этот карандаш от NARS, и я, по-моему, его рассохломила, потому что мне как-то не была понятна, наверное, формула, или может он засох, я не знаю, но круто, я попробую еще раз. И последнее, что мы здесь находим, это праймер увлажняющий от бренда Jacka Black, выглядит как крем для рук, это первое, что приходит на ум. Он обещает освежить нашу кожу мгновенно при нанесении, и он позволяет вашему макияжу держаться очень долго на вашей коже. У него нет никакого запаха, не люблю праймеры без запаха, и текстура у него как у солнцезащитного крема. Я не фанат вот именно такой текстуры, кремовой, то есть если у вас комбинированная кожа, это вот на то, что вы не хотите использовать такую кремовую текстуру в качестве праймера. И я не могу сказать также, что это как-то быстро впитывается, это праймер, это не крем же, правильно? Очень странно ощущается, он супер увлажняющий, это факт. Я не удивлюсь, если там есть какие-то масла в составе или экстракты масел. На первом месте мы видим экстракт алоэ, масло подсолнечника, окей, то есть он прям супер увлажняющий. И да, я не думаю, что я буду пользоваться этим средством, потому что я точно знаю, что моя кожа не полюбит это. Это то, что мы нашли в нашем бьюти-боксе от BoxyCharm, и сейчас я скажу вам, какова же себестоимость этого бьюти-бокса. И себестоимость этого бьюти-бокса составила 146 долларов, что в принципе, мне кажется, нормальная цена, потому что, ну, в принципе, это то, что они всегда обещают. 150-160 долларов должна быть себестоимость у тебя коробки, но в данном случае, наверное, это вот мой первый раз, действительно первый раз, когда я прям немножко разочарована тем, что я получила в бьюти-боксе от BoxyCharm. Потому что обычно, я уже сказала вам, товары, которые они туда кладут, они прям вызывают много восторга, и это известные бренды. Вы можете сказать, что Юль, да нормально это получилось, в чем проблема, такое классное разнообразие продуктов, но поверьте мне, когда ты знаешь макияж, в смысле, ты знаешь косметику, у тебя много ее, то ты ожидаешь расширить свою косметическую коллекцию, которую у тебя есть. Но в данном случае, я не могу сказать, что я хочу оставить, знаете, все продукты. Поэтому, если бы я оценила BoxyCharm в этом месяце, из пяти я бы дала ей, наверное, три, три с половиной, где-то так. Потому что обычно они гораздо, гораздо, я не знаю, внимательнее подходят к тому, чтобы выбрать классные продукты для бьюти-бокса. Итак, давайте не будем о плохом и перейдем к нашему бьюти-боксу от Ipsy, который прям такой тяжеленький. И он также стоит у нас 25 долларов, и мне кажется, почему-то Ipsy сегодня выиграет. А вы как думаете? Пишите в комментариях, может, после видео скажете, какой вам больше всего понравился бьюти-бокс. Потому что, мне кажется, в этом месяце как-то не так все прям хорошо, как в предыдущей. Посмотрите, ребят, какая милая сумочка нам досталась в этом месяце. Очень здорово смотрится. Так, вроде все. Темой этого месяца стал слоган Do You Bold Moves Only. То есть, будь собой, выражай себя. В общем, они предлагают нам попробовать разные цвета в макияже, в зависимости от того, что вы делаете. Макияж глаз, губы и так далее. И да, они не пишут, кстати, какие цены на каждый их продукт, но да ладно. Первое, что я вижу, это маска для волос от бренда Foxy. У меня, кстати, есть применялка для волос от этого бренда. И она неплохая, она хорошо работает. Я покупала ее в Marsals, по-моему. И здесь пишут, что это маска 12 в 1. В общем, по сути, вы наносите на волосы и, например, сушите волосы, и она как бы работает. О, боже, какое здесь большое количество масел. Масло ши, органовое масло, масло макадамии, кокосовое масло, масло амлы. Цубаки, это, знаете, знаменитый бренд по-японски. Цубаки. Это очень-очень круто. У меня нет такой маски, которая была бы настолько прям богатой по составу. Вообще, маска для волос никогда не бывает лишней, как мне кажется. Это круто. Следующее, что мы видим, это сыворотка для лица от бренда Serum Kind. И это сыворотка с сиреневой капустой. Я точно помню, что я гуглила об этой сыворотке, потому что я хотела знать, хочу ли я попробовать ее или нет. Если не ошибаюсь, у них очень милая упаковка. Да, не дешевый бренд вообще ни разу. Посмотрите на упаковку. Очень смотрится красиво и эстетично. И эта сыворотка обладает эффектом успокаивающим, потому что здесь у нас находится 63% красной капусты с острова Джиджу. Первое, что я хочу сказать, что цвет у этой сыворотки, не знаю, он необычный. У меня нет такой сыворотки, которая была бы с сиреневого цвета. По ощущению, какая-то супер густая и непрозрачная. Давайте ее откроем, хотя бы и посмотрим. Мне хочется посмотреть на текстуру определенно. Вау! Ребят, она пахнет так вкусно! О боже! Многие мне нравятся, я знаю, ароматы в средствах для ухода, потому что вроде говорят, что вот, это плохо для кожи. Я обожаю, когда у меня что-то из моего ухода пахнет вкусно. Вроде как это пахнет, как овощ, да, как бы как капуста. А вроде как и нет, вроде как это запах парфюма. И впитывается она также очень и очень быстро. Так. Даже не чувствую липкость. В общем, я нашла, что на одном из самых известных сайтов, называется он Оливьян. Самый известный сайт корейской косметики в Корее. Вот, и стоит она там 45 долларов. То есть, дорогой продукт. И я думаю, что только сыворотка это сделала наш бьюти-бокс от Ипси стоящий. То есть себестоимость мы отыграли определенно, заплатив всего лишь 25 долларов за эту коробку. Итак, следующее, что мы здесь видим, находим, это праймер. Праймер, который называется As Cool As Cucumber от Ofra. И я точно помню, что я выбирала сама продукт этот, потому что у меня нет такого праймера, который бы охлаждал мое лицо. Посмотрите на эту упаковку. Вау! Как это красиво смотрится! Я без ума просто от упаковки этой. Давайте ее откроем. Как она вообще открывается? Окей. Очень интересно. Я бы сказала, по ощущению материал этого праймера, ну, сам пластик, он по-другому ощущается. То есть, у меня есть, допустим, праймер от Huda Beauty. Здесь пластик чувствуется, я бы сказала, дешевеньким таким. Здесь же пластик чувствуется прям, я не знаю, он интересно чувствуется в руках, когда держу его. Я не знаю, как это объяснить. И праймер обещает это охлаждение кожи. Идеально на лето. Призван мотировать кожу и увлажнять ее в то же время. Оу! Все, я поняла. То есть, это и увлажняющий крем, и праймер 2 в 1. Круто! Давайте пробуем это. Супер такой интенсивный аромат. Я бы сказала, если вы не любите, чтобы ваша косметика пахла прям очень сильно, или ваша кожа не любит этого, то, возможно, мне понравится это. Мне нравится, но прям аромат, он очень-очень сильный. Я не часто встречаю праймеры, которые так прям пахнут, как, я не знаю, как парфюм, что ли. Интересная текстура, он действительно ощущается немножко таким освежающим на моей коже. Я не могу сказать, что, да, охлаждение есть. Я, да, сейчас это чувствую. То есть, сам парфюм, он на последнем месте. Но надо сказать, что он прям такой активный. И по цене этот праймер стоит у нас 20 долларов, что, я считаю, очень даже хорошая цена. Почти последняя. В этом бьюти-боксе это бустер с витамином С, который добавляет вашей коже сияние. И его можно использовать, добавляя в ваш крем увлажняющий, либо просто носить на кожу после умывания. Бренд 3 однерки скин. Достаточно часто встречается в бьюти-боксах, поэтому я не удивлена, что он нам опять попался. Бустер это определенно что-то интересное. Еще бы, этот продукт стоит около 100 долларов, а именно 110 долларов, если не ошибаюсь. И это вообще не дешево, как бы я сама не купила бы такой продукт за свои деньги. Но получить это в бьюти-боксе, это круто. Я буду, наверное, пользоваться им или нет, кто знает. Может быть, я подарю кому-то его, кому-то это нужнее, чем мне. И последнее, что мы находим, это подводка для глаз от неизвестного мне бренда. Опять же, к сожалению, называется бренд Girlatic. Типа как Galactic, но Girlatic это как игра слов. По-моему, я сама это выбрала. Это карандаш коричневого цвета. Очень приличный выглядящий карандаш, надо сказать. Мне кажется, он будет идеален для того, чтобы нарисовать стрелки какие-нибудь новомодные. И этот карандаш у нас коричневого цвета. Выглядит многообещающе. Мне нравится, что вот эта часть очень тонкая. Надеюсь, что он будет хорошо работать так же. В общем, да, это все. На этом все. Мы закончили испуговку этих трех бьюти-боксов. Ура! Ребята, невозможно поверить в это, но себестоимость нашей коробки от Ипси за месяц июня составила 253 доллара. Эта себестоимость гораздо выше, чем бьюти-бокс от Боксичарм. И как мне кажется, наполнение бьюти-бокса от Ипси, оно интереснее, чем у Боксичарм. Во-первых, сыворотка от Serum Kind. Я обожаю корейскую косметику. Я обожаю пробовать что-то новое всегда. Бустер от 3 однерки Skin. За 100 с лишним долларов. Да, почему нет? Почему не пробовать бы? Это правильно же. Маска для волос от бренда, который я знаю. Foxy Buy. Это тоже круто. И карандаши в коричневом цвете. Потому что у меня, я не сказала вам этого, но у меня очень большое количество черных карандашей. А это хорошее дополнение к коричневому цвете. Потому что у меня карие глаза. И вообще карием глазам идет все коричневое от туши. И заканчиваю карандашами для глаз. Вот. А, ну и праймер, конечно же. Праймер, да. Это то, что я хочу попробовать в первую очередь. В общем, да, ребята, такая у меня сегодня была распаковка целых трех бьюти-боксов. Эфид Фан, Боксичарм и Ипси. Мне будет очень интересно узнать, какой же ваш любимый бьюти-бокс из этих трех. Пишите в комментариях. Мне также очень интересно, на какой вы подписались бы, если бы жили здесь. И если вы живете в США, какой ваш любимый бьюти-бокс из этих трех. Или не из этих трех. Какой ваш вообще любимый, который вы получаете каждый месяц. Мне будет очень интересно узнать. Может быть, я узнаю в каких-то новых брендах. Мне будет очень интересно услышать это от вас. И если я буду честной, для меня в этом месяце, в месяце июня, самым лучшим бьюти-боксом стал бьюти-бокс от Ипси. Это без вариантов. Наполнение в нем было прям на 10 из 10. И да, ребята, спасибо большое, что досмотрели мое видео до конца. На этот раз я хочу пожелать вам хорошего настроения. Дождаться все-таки пятницы, чтобы наслаждаться летними жаркими деньками. И, конечно, желаю вам, чтобы все получалось в макияже. Я не буду прощаться с вами. Ваша Юля. До новых встреч в моем следующем видео. Пока-пока.